Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа «События недели». Наряду с промышленностью и туризмом является ключевой отраслью экономики, определяющей уклад жизни и уровень богосостояния селян. Благодаря их трудолюбию мы видим постоянный рост производительности, улучшение качества продукции и развитие новых технологий в отрасли. Карачаева Черкесия вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, решение задачи с импортозамещением. Радует, что в агропромышленном комплексе Карачаевой Черкесии активно реализуются новые инвестиционные проекты в сфере садоводства, животноводства, производства овощей. Открываются высокотехнологичные предприятия, создаются новые рабочие места, что очень важно для улучшения социального самочувствия жителей сельской местности. Дорогие наши троженики, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех ваших начинаниях. Ваш труд очень важен для нашей республики и России в целом. До начала отопительного периода остались считанные дни. Коммунальные службы региона уже отчитались о проделанной работе и теперь ждут условий, необходимых для подачи тепла в дома и организации. Когда это произойдет, расскажет наш корреспондент Артур Мхце. В 13-й котельной региональной столицы пока тихо, разве что эхом разносятся по зданию шаги специалиста тепловых сетей. По словам заместителя главного инженера Ирины Бегбулатовой, все необходимые регламентные работы уже проведены. Осталось дождаться, когда среднесуточная температура в городе в течение пяти дней будет держаться ниже 8 градусов. Чтобы избежать проблем во время отопительного периода, коммунальщики провели масштабные работы по обновлению сетей. Самые заметные на участке международной Аджанкидзе, а также на фабричной. Всегда делается очень много подготовительных работ в плане подготовки газового оборудования, в плане подготовки электрического оборудования, ну и непосредственно нашего тепломеханического оборудования. Все регламентные работы выполнены. В этом году мы провели ещё очень большую работу по покраске, вернее, по антикоррозионному покрытию дымовых труб. Все 20 котельных Черкеска готовы к началу холодов. Впрочем, в случае выхода какой-то из них из строя, нагрузки без потери качества будут перенаправлены на остальные. Десятая котельная – одна из самых больших в городе. Здесь стоит как отечественное оборудование, так и зарубежного производства. Причём наши, отмечают коммунальщики, намного лучше, так как изначально создавалось под условия российской зимы. На улице пока держится тёплая погода, однако в любой момент может похолодать. У специалистов тепловых сетей есть порядок подключения абонентов, которому они следуют каждый год. Ну, как правило, последние годы мы включаем немного раньше, потому что у нас ещё такой регион, что вот стоит нам уже вроде бы похолодало, да, люди хотят тепла. Мэрия даёт распоряжение, мы начинаем отопительный сезон и после этого начинаются очень тёплые дни. И наша диспетчерская просто не выдерживает от звонков, что нам очень жарко. Несмотря на то, что оборудование тепловых сетей полностью готово к началу отопительного периода, могут возникнуть нештатные ситуации. Какие-то проблемы у потребителей тоже порой случаются. В ресурсоснабжающей организации рекомендуют по всем подобным вопросам обращаться в диспетчерскую по номеру телефона 28-22-42. Артур Мыхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. С 1 октября начался осенний призыв в ряды вооружённых сил России. Говоря об итогах минувшего весеннего призыва, военный комиссар республики Сергей Белобородов рассказал, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объёме. Весной пополнили ряды вооружённых сил 400 призывников из Карачаева, Черкесии. Он также отметил, что срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Все военнослужащие, прошедшие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Военком рассказал о том, что к проведению призыва всё готово, необходимые запасы имущества и оборудования созданы. Начиная с 17 октября заработает прямая линия, где специалисты дадут все разъяснения по вопросам призыва. Отправка призывников запланирована начиная с 16 октября. Традиционно наши граждане будут призываться вооружённые силы, войска национальной гвардии и подразделениями министерства чрезвычайной ситуации. Около 400 человек призывников уйдут до прохождения службы. На сегодняшний день во всех муниципальных районах и городах провели первые призывные комиссии. Около 100 призывников уже призваны на военную службу и готовятся к отправке вооружённой силы. Для участия в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. Для этого у нас есть военнослужащие по контракту, которые добровольно идут выполнять свой воинский долг. На этой неделе учителя принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры посёлка Кавказский. О людях важной и нужной профессии расскажет Дарья Тендит. В зрительном зале собрались ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели детских садов и школьники. С профессиональным праздником присутствующих поздравил заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибек Суюнов. Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых ответственных. Ведь вам доверяет самое ценное, что есть у родителей детей. И вы каждому уделяете внимание, прикладывая все старания и умения. Любое образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло. Официальные поздравления сменялись душевными словами, подкрепляясь прекрасными музыкальными номерами артистов Прикубанского района. Даром преподаватели, время со мною тратили, Даром со мною мучился самый искусственный маг. Со сцены звучали слова благодарности и признательности педагогам, которые всю свою жизнь отдали этому благородному делу – учить детей. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратилась министр образования и науки Инна Кравченко. В этот день я хочу сказать вам особые слова благодарности за ту работу, которую вы делаете ежедневно, за любовь и внимание к детям, за то, что вы сегодня остаетесь в наших рядах. Низкий поклон, еще раз с праздником, с Днем Учителя. Труд педагога требует не только больших знаний, но и душевных сил, выдержки. В честь Дня Учителя лучших преподавателей наградили почетными грамотами и вручили нагрудные знаки. Учитель физической культуры и спорта 5-й гимназии Черкеска Венера Баташева на протяжении 30 лет работает в сфере образования. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги ей присвоили звание «Почетный работник в сфере образования Российской Федерации». Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые удостоили меня этому званию. Я очень люблю детей и думаю, что педагог не может не любить детей. Желаю всем огромного счастья, здоровья, чтобы все в нашей жизни было хорошо. Еще раз спасибо большое за такую огромную, хорошую награду. Благородство учителей непременно отзывается в сердцах школьников. Учитель – это поддержка и опора для подрастающего поколения. Я сегодня хочу поздравить наших любимых, замечательных учителей с этим прекрасным праздником. Мы желаем вам ярких и замечательных дней, чтобы у вас были самые любимые ученики, чтобы вы жили долго и счастливо. В этот день учителя идут домой с букетами ярких цветов. Торжественное мероприятие завершилось добрыми словами поздравления и благодарностью педагогам. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заплатите имущественные налоги до 1 декабря. Получить налоговое уведомление и заплатить налоги просто. В электронном виде. Воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте ФНС России, мобильным приложением «Налоги.ФЛ» или личным кабинетом на портале госуслуг. На бумажном носителе. Обратившись лично в любой налоговый орган или в любое отделение многофункционального центра, предоставление государственных и муниципальных услуг. Заплатив через платежные терминалы, банки или почтовые отделения. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется монтажер со знанием программы «Адоб-Премьер». Возможно обучение. Обращаться по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 51. Или по телефону. Код 8 87 82 22 04 75, мобильный 928 026 12 70. В «Карачаево-Черкесии» увековечили память заслуженного учителя России Магомета Байрамукова. В Черкесске на здании гимназии номер 17, которое он руководил на протяжении почти 30 лет, открыли мемориальную доску. Подробности у Али Баташева. Главный в школе – это не директор и даже не учитель, а обычный ученик, любил говорить своим коллегам заслуженный учитель Российской Федерации Магомет Байрамуков. В 1987 году он принял школу-новостройку и руководил ей на протяжении почти 30 лет. С 1916 года гимназия номер 17 Черкеска входит в число 500 лучших школ России. В этом большая заслуга талантливого педагога и умелого руководителя, отмечали выступающие. Учитель русского языка и литературы Ирина Идеева считает Магомета Байрамукова своим наставником. И примером настоящего учителя. Настоящий интеллигент, он учитель с большой буквы, он всегда спокойно, размеренно объяснял. За добросовестный труд и огромный вклад в развитие региональной системы образования Магомет Исаевич был награжден множеством наград и титулов. Это, конечно, и заслуженный учитель, и почетный работник, и отличник образования. Но самая главная награда – он был народным учителем. На мероприятии вспоминали педагога-новатора, первого директора школы номер 17 с 1987 по 2018 год. Отмечали его вклад в развитие подрастающего поколения Карачаева-Черкесии. Пусть идет моя земля, пусть сияет как царя, Карачаева-Черкесия моя. Свидетельство об увековечивании памяти Магобеда Байрамукова Валерий Дедук вручил его сыну, Эльдару Байрамукову, который пошел по стопам отца и стал директором школы. Он был человеком образованным, он горел своей работой, был настоящим педагогом. Конечно, пример отца на меня очень сильно повлиял, хотя, признаюсь честно, я никогда не планировал работать в школе. Это скорее случайное стечение обстоятельств. На сегодняшний день я уже в общей сложности 9 лет отработал в школе и очень этому рад. После торжественной церемонии открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Дистанционное мошенничество – самая актуальная проблема 21 века. Чтобы обезопасить жителей Черкеска, сотрудники МВД совместно с сотрудниками Центробанка провели профилактическую работу. Мероприятие проходило в рамках информационной кампании «Не говори», организатором которого выступило Главное управление Банка России. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Здравствуйте, это сотрудник Банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте. Пожалуй, это самая распространенная фраза в арсенале у мошенников. Именно эти слова вводят в ступор, а то и в ужас, и не дают вовремя сориентироваться в ситуации. В ходе соцопроса каждый второй житель получает звонки с неизвестных подозрительных номеров. Звонят на телефон, неизвестные номера. Я их в спам отправляю каждый раз. Было по пять-шесть звонков и по два раза. Я выхожу из дома, я отключаю звук, чтобы не отвечать на них и не реагировать. Я их раскусываю обычно, понимаю, что это мошенники, и разговариваю совершенно по-другому, и либо вожу в руку. Информируете кого-нибудь из дома? Конечно, конечно, обязательно. У меня мама уже в возрасте пожила. Я ей сразу звоню и рассказываю схему мошенников. Около трех тысяч экземпляров печатной продукции по профилактике кибермошенничества в виде буклетов и наклеек подготовили сотрудники полиции совместно с Центробанком Черкеска. В материалах рассказывается об уловках финансовых мошенников, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой. Сотрудники полиции провели работу по профилактическому обходу улиц Магазинная и Кавказская. Раздали буклеты и наклеили информационные листы в местах массового скопления людей, автобусах и троллейбусах. Были осуществлены беседы с гражданами нашего города о том, кто сталкивался ранее с мошенниками. Нами были услышаны ответы и пожелания данных граждан. Мы посоветовали им, чтобы они были более вдительны. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. В сентябре Карачаево-Черкесия присоединилась к информационной кампании «Не говори». Просвидительская акция направлена на повышение уровня киберграмотности граждан. Последнее время участились атаки хакеров, которые мошенническим путем вымогают у жителей денежные средства. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и молодые люди. Преступники часто играт на доверчивости граждан. А некоторые используют технику гипноза, рассказал полковник полиции Кемал Гербеков. У нас ежедневно бывает по пять человек становятся жертвами и сумма у Шерба больше миллиона рублей. В связи с этим мы сегодня используем и сотрудников участковых, и сотрудников ГИБДД. Также мы будем проводить данные мероприятия в общественных, муниципальных организациях. И будем активно раздавать лицам, особенно пожилого возраста, буклеты с информацией, как не стать жертвой мошенников. На центральных улицах города сотрудники Центробанка рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, методах защиты от них, а также раздали буклеты с рекомендациями. Узнать наиболее распространенные схемы мошенников можно на официальном сайте Банка России в разделе «Информационная безопасность». Часто злоумышленники используют информационную повестку и, скажем так, играют на том, что чаще всего волнует граждан. Таким образом люди попадаются на уловки злоумышленников и лишаются своих денег. Именно поэтому проводятся такие информационные кампании, чтобы люди повышали свою финансовую грамотность, в частности, киберграмотность. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаевске чествовали чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева. С особой гордостью и искренней радостью поздравили его с победой. О пути к педесталу чемпиона и о его титуле расскажет Альбина Ламкова. Сложная подгруппа и титулованные соперники не стали преградой. Исмаил Мусукаев в весовой категории до 65 килограммов уверенно выиграл соперника из Порта-Рика со счетом 11-0 и стал чемпионом мира. Помог сильный характер и трудолюбие. Несмотря на победу в турнире мирового уровня и получение высокого титула, Исмаил Мусукаев очень скромный и воспитанный человек. Вообще не с ним чувствуешь уважение к собеседнику. «Первая встреча была с казахом, молодым, перспективным. Дальше у меня следующий соперник ждал, олимпийский чемпион, вот кому я проиграл как раз в Токио. В этот раз я его реваншировал, выиграл. Затем у меня был чемпион России, молодой парень, очень тоже перспективный парень, Шамиль Мамедов. Его тоже обыграл, выиграл. А дальше мой прошлогодний обидчик, кому я в прошлом году на чемпионате мира проиграл. На этот раз у него тоже взял реванш». Победа на чемпионате мира принесла Исмаилу Мусукаеву лицензию для участия в Олимпийских играх 24-го года в Париже. Путь спортсмена на международную арену заслуживает уважение. В его послужном списке титул чемпиона Европы, участие в Токийской Олимпиаде, а теперь и победа в турнире мирового уровня. Сам Исмаил Мусукаев – балкарец, российский и венгерский борец вольного стиля, родом из Кабардино-Балкарии. С 2019 года представляет сборную Венгрии. В нашей республике его встречали как родного. В начале торжества он почтил память жертв политических репрессий и депортаций карачаевцев в Среднюю Азию у мемориала в Карачаевске. Уже там его ожидала многочисленная делегация. «Моя благодарность всем тем, кто здесь собрался, меня встретить. Большое им спасибо. Мне очень приятно». Вся территория перед зданием Центра культурного развития имени Кайсына Кулеева была заполнена людьми, которые искренне радовались победе Исмаила. Спортсмена с восхождением на высшую ступень педестала почета пришли поздравить юные борцы. Они с нетерпением ждали его прибытия. Для мальчишек он стал настоящим кумиром, достойный урок и пример, чтобы стремиться быть, как Исмаил Мусукаев. «Минута на минуту должен быть здесь». «А ты сам занимаешься вольной борьбой? И как давно?» «Я занимаюсь четыре года борьбой. И схватки я его смотрел. Прямо когда он боролся, прямой эфир тоже. Схватки его смотрел, болел за него. Еще о дальнейшем пожелаем ему удачи». Алибек Акбаев тренировался вместе с Исмаилом Мусукаевым. «Вместе тренировались, вместе были на сборах, ездили на соревнования. Исмаил всегда был такой трудолюбивый парень. И очень одаренный, физически сильный и очень скоростной. Все качества у него были. Просто эти качества надо было воплотить в реальность. Вот просто единственное – подойти без травм и вот таким же настроем он станет алибекистом чемпионом. Долгожданный момент настал. Исмаил Мусукаев на месте. Неподдельная атмосфера радости и восхищения чемпионом. Почтение от старейших, юных спортсменов и ровесников. После долгого приветствия все направились в зал. Помещение было переполнено людьми. Каждый из присутствующих хотел выразить свою радость восхождением Исмаила Мусукаева на высшую ступень пьедестала почета. Мероприятие прошло красиво и достойно. На торжестве чемпиону подарили ценные призы и денежные сертификаты. Админа Ламкова, Леумалхожий, Вести Корчаева, Черкесия, Корчаевский район. Еще одна громкая спортивная победа. На этой неделе в Черкесске чествовали первого в истории россиянина, ставшего чемпионом мира в лиге каратэ-комбат Морзабека Тибуева. Представители рода Тибуевых, гости и приглашенные, высказали много добрых слов и пожеланий в адрес нашего земляка из Тернауза, Кабардино-Балкарии. Об истории успеха смотрите далее. Мастер спорта России, чемпион России, многократный призер международных турниров по прозвищу Король. Морзабек Тибуев в 2018 году подписал контракт с профессиональной лигой каратэ-комбат и провел три боя в Афинах, Лос-Анджелесе и Будапеште. Главный свой приз, пояс чемпиона мира Морзабек завоевал в Доминиканской республике, одолев в полноконтактном бою действующего чемпиона из Ирландии, нокаутировав соперника. Морзабек Тибуев вошел в историю как первый россиянин, завоевавший высокий титул в лиге каратэ-комбат. Встретить в Черкесске выдающегося атлета собрались представители рода Тибуевых, старейшины других известных фамилий, духовные лидеры и многие другие. Я ожидал, что что-то должно выстрелить, и оно выстрелило, и мы получили чемпиона мира, тем более чемпиона мира, который впервые из России. Это очень важное событие для нас. Мы все очень обрадовались, и я надеюсь, что успехи у него будут и в дальнейшем. Поэтому мы сегодня здесь решили собраться и отметить это событие в плане поблагодарить его за то, что он от имени фамилии, от имени народа и от имени всей России достиг таких успехов. В этот вечер было сказано много добрых слов и пожеланий в адрес чемпиона мира, его брата и их мамы. Братьям подарили двух красавцев лошадей карачаевской породы, солидный денежный приз, картины с изображением родового знака Тибуевых, комплекты карачаевских ножей и много других приятных сюрпризов. Наградить почетной грамотой Тибуева Мирзабек Ильясовича за пропаганду здорового образа жизни, за вклад, который был сделан в укрепление межнациональных отношений. Заместитель муфтия Карачаева Черкесской республики, директор медреса КЧР Мухаммад Хаджи Эркенов. Мирзабеку Тибуеву 32 года. Профессиональная карьера складывалась достаточно тяжело. Были и травмы, когда оказалось путь в большой спорт закрыт. Ценой невероятных усилий, ежедневных многочасовых тренировок и мастерству врачей возвращался и побеждал. Побеждал, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что нет ничего невозможного. Готовит Мирзабека к профессиональным боям, настраивает, секундирует и одновременно является его спарринг-партнером младший брат, мастер спорта Таубек Тибуев. С детства я тренируюсь в городе Тернаус. Тренер Евгений Анатольевич Могилевец. После того, как я поступил в Санкт-Петербург, меня тренировал Криваковский Сергей Владимирович. Это была любительская моя карьера. А профкарьеру меня тренирует, можно сказать, мой брат родной Таубек, так как он уже тоже сам тренер и давно с детьми работает, и взрослыми, и в общем меня тоже тренирует. Но победу я, конечно, посвящаю своей родине, своему народу, карачаю-болгарскому. Так что это само собой. После торжественного приема Мерзабек вернется в Санкт-Петербург, где тренируется, работает и проживает. Он окончил аспирантуру Санкт-Петербургского горного университета и скоро выйдет на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Мураджан Кёзов, Алиба Астанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе впервые в Ногайском районе прошел этнофестиваль Ногайского чая. Автором и организатором проекта выступила ГТРК Карачаева, Черкесия. Населенный пункт Адиль-Халк на один день стал колоритной национальной площадкой с различными угощениями. Как прошел фестиваль, расскажет Дарья Тендит. Подготовка к фестивалю началась ранним утром. Для того, чтобы порадовать гостей вкусной домашней выпечкой и нагайским чаем, кулинарных дел мастерицы Ногайского района проснулись с восходом солнца. Замесили тесто на вкуснейшей баурсаке и приготовили десятки литров традиционного национального напитка. Гостей также угощали домашним сыром, медом и другими явствами. Рецепт – это просто от души делается, как говорится. Просто обычный чай заваривается плиточный и сметану. Туда добавляем соль и перец добавляем. И это называется у нас новой шай. Ногайцы – тюркский народ Северного Кавказа. Он славится своим радушием и гостеприимством. Первое, с чем знакомят своих гостей нагайцы – это национальный чай. Без него не обходится ни один праздник народа. Напиток подают в пиалах с медом и маслом. Ногайский чай – удивительный напиток с богатейшей историей. Его полезные свойства ученые подтверждают и сегодня. Этот напиток известен как бодрящий, продлевающий жизнь и здоровье напиток. Приготовить его вы, конечно, можете и дома, но заменить нагайское гостеприимство вам, к сожалению, не удастся. Зато вы сможете насладиться прекрасным вкусом и насытить ваш организм полезными элементами. Приятного аппетита! Гостям фестиваля также провели экскурсию и рассказали о традиционном жилище кочующих нагайцев – юрте. Слева от входа в нее расположена мужская половина, справа – женская. Почетное место занимал глава семьи и гости. Сейчас нагайцы, конечно же, живут в домах, но традиции свои чтят и помнят. Ногайская юрта преобладает прежде всего тем, что когда приходят в гости, угостить прежде всего нагайским чаем. Потому что независимо он уставший, голодный или только что поел, задача – показать нагайцев гостеприимным. Здесь должно быть уютно, как для тех жителей, которые здесь живут, а также и для гостей, которые были приглашены. В рамках фестиваля состоялась презентация портала «Ногайский дом», а приглашенные творческие коллективы представили свои яркие танцевальные и музыкальные номера в национальных нагайских костюмах. Яркий, колоритный праздник, организованный ГТРК «Карачаево-Черкесия» и лично журналистам Ногайской редакции Асаном Наймановым подарил массу впечатлений не только жителям Ногайского района, но и всем гостям, приехавшим на фестиваль. И какой праздник без подарков! Помимо культурной программы, почетными грамотами нашей телерадиокомпании и благодарственными письмами председателя Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России наградили почетных гостей фестиваля. И на память вот такие кружки с логотипом ГТРК «Карачаево-Черкесия». А к чаю еще и сладкий презент – ореховая шапка, наполненная конфетами. Символ изобилия. Хочу выразить огромную благодарность участникам конкурса по приготовлению Ногайского чая и в рамках Ногайского чая всех блюд кавказской кухни. Вот сегодня видели, на этих столах были представлены ярко, колоритно все блюда наших народов. Я думаю, что в дальнейшем этот фестиваль будет проводиться во всех регионах компактного проживания Ногайцев. И в последующем вольется большой фестиваль кавказской кухни. Главное правило, которого придерживается этот народ – гость и друг – это одно и то же, а другу полагается все самое лучшее. Поэтому каждый гость смог насладиться всеми прелестями этого фестиваля. Хотим выразить огромную благодарность за то, что нас пригласили, что мы были участниками и гостями этого фестиваля. Нам очень все понравилось. Тема очень актуальна сейчас. Поддерживает бурные аплодисменты. Очень нужна для сохранения наших традиций. Хотим тоже себе позаимствовать даже этот праздник, пусть даже не в таком формате, как он сейчас проводится здесь. Очень большое спасибо. Мы узнали в Дагестане, что проходит такой фестиваль. И мы собрались и приехали просто с подругой уже по собственной инициативе посмотреть, как что будет. Было все тоже очень вкусно. Спасибо девочкам, которые работают в клубе, которые приготовили такие вкусные вещи. Вот и подошел к концу этот прекрасный вкусный фестиваль Ногайского чая. Каждый житель смог попробовать вкуснейшие паурсаки и насладиться приятным вкусом традиционного напитка Ногайского чая. Дарья Тензит, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»